Сегодня Международный день собак-поводырей. Возможность обрести такого друга имеют далеко не все люди, имеющие проблемы со зрением. В Хакасии специально обученных животных всего пять. Мы отправились в семью, где без четвероногого помощника не могут обойтись сразу двое взрослых людей. Рассказывает Наталья Гармашова. Несмотря на дождливую погоду и лужи кругом, лабрадор Лэк с Натальей и ее сыном Кириллом отправляется на прогулку. Она нужна и собаке, и хозяевам. Названия разных объектов — это и поликлиника, и почта, и магазины, и еще много других. Лэк различает без труда. Достаточно лишь произнести слово и дать команду к движению, как пес поведет в нужном направлении. Конечно, заранее все пути он изучил вместе с хозяевами. Он предупреждает любые препятствия, он обходит людей. Не страшно вот с собакой выходить на оживленную улицу, учитывая, что с вами такой помощник? С собакой абсолютно не страшно. Впереди широкая проезжая часть. Лэк уверенно переводит хозяев на противоположную сторону. Конечно, ориентироваться исключительно на реакцию пса нельзя, считает Наталья. Все-таки финальное решение принимает человек. На помощь приходит и слух, и интуиция, и специальная трость. Препятствия в виде дороги с машинами преодолено. Дальше прогулка по аллее. Здесь Наталья бывает часто, отдыхает на скамейках, и к ним всегда подводит ее Лэк. За понимание и послушание, ответственную работу и четкое выполнение команд. Пса всегда благодарят вкусным печеньям. Сегодняшняя прогулка тоже не обошлась без лакомства. Дальчик мой сидит. Умница, хороший мальчик. Лэк приехал в Хакасию из подмосковного села Купавны. Уже больше полувека здесь существует единственная в России лицензированная школа подготовки собак-поводырей для людей, имеющих проблемы со зрением. В ее стенах проходят обучение и будущие хозяева четвероногих помощников. Под руководством инструктора знакомятся с питомцем, учатся правильно обращаться с ним. Лишь после нескольких недель такого контакта поводырь отправляется в семью. Весь этот путь прошли и Кирилл с Лэком. Знакомство состоялось в 2014 году. Они совпали по движению, по характеру. У них даже день рождения практически в один день. Вместе с Лэком сегодня в Хакасии живет пять собак-поводырей. Это немецкие овчарки и лабрадоры. Они считаются одними из самых доброжелательных, контактных, умеющих сдерживать свои эмоции и, конечно, хорошо обучаемых. И несмотря на то, что в медицинских документах собаки-проводники числятся как техническое средство реабилитации, для своих хозяев они всегда остаются верными товарищами и членами семьи. Наталья Гормашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.